Спасибо. Ещё раз добрый день. Рада вас приветствовать на очередном вебинаре. Тема сегодняшнего вебинара «Музейная педагогика в духовно-нравственном развитии ребёнка дошкольного и младшешкольного возраста». Итак, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что многим из вас известно как раз-таки данное понятие, и вы прекрасно реализуете в стенах своей образовательной организации, будь то детский сад, либо школа, элементы как раз-таки музейной педагогики. Почему элементы? Потому что мы прекрасно понимаем, что в связи с тем, что, конечно же, не все образовательные организации имеют возможность, особенно в детских садах, реализовать, так скажем, уголки, развивающие как раз-таки историческую память поколений. Но, однако, давайте с вами сегодня порассуждаем, изучим, проанализируем, как можно реализовать в целом как раз-таки духовно-нравственную направленность, связанную с музейной педагогикой. Прежде всего, хотелось бы уточнить, хорошо ли меня слышно. Нажмите, пожалуйста, на огонёчек, если прекрасно видно и слышно. Но я думаю, что да, уже вижу. Спасибо, огромное спасибо. Прежде чем начать, точнее продолжить, у меня к вам вопрос. Конечно же, обратная связь приветствуется, и вы понимаете прекрасно об этом. Напишите, пожалуйста, в чате, а у вас какие есть тематики ваших музеев, мини-музеев, это либо, может быть, целый комплексный музей. Возможно, вы реализуете в детском саду, в школе, может быть, вы сами являетесь как раз-таки по образованию, связанно как раз-таки с понятием экскурсовода и так далее. Итак, музейная педагогика, конечно же, облегчает погружение ребёнка в мир традиционной культуры, а именно наследие, культурно-исторического наследия, и помогает постигать духовно-нравственное становление. И мы с вами знаем, что чувство любви к традициям, в том числе к окружающему миру, чувство патриотизма, привязанности к своей малой или большой родине, всё это закладывает как раз-таки реализациям музейной направленности. Во многих как раз-таки стенах образовательных организаций эти музеи существуют, но однако с небольшими, так скажем, обновлениями нормативно-правовой документации не все детские сады, особенно, подчеркну, детские сады и даже школы соответствуют требованиям как раз-таки по реализации музея, то есть по реализации тех или иных экспонатов. Конечно, сейчас, не побоюсь этого слова, тренд на музее закладывается как раз-таки гражданско-патриотической духовно-нравственной направленности, и мы с вами знаем, что большое количество создаётся музеев, где ребята собирают различные экспонаты, как раз-таки связанные с Великой Отечественной войной, либо, например, связанные в целом с какими-то интересными событиями семьи и в том числе с удовольствием предоставляют эти экспонаты. В презентационном материале, отмечу заранее, вы заметите несколько экспонатов, которые представлены нашим как раз-таки семейным архивом и в том числе материалами детского сада номер 84, но об этом чуть попозже. Я знаю, что некоторые скачали уже презентационный материал в связи с тем, что каждому не терпится посмотреть, а что же интересно сегодня, да, подготовлено. И обратите внимание на ключевую как раз-таки идею в целом музейного как раз-таки содержания. В первую очередь то, что на детей дошкольного и младшего школьного возраста должна воздействовать как раз-таки, да, наглядность каким образом. В первую очередь ребята через восприятие этого материала понимают представленную тематику, осмысливают посредством как раз-таки, да, рассказа, который ведет плавно экскурсовод, да, например, в музее. Возможно, это является как раз-таки сам же и воспитатель детского сада, может быть, даже учитель. Возможно, есть отдельная штатная единица. Эдиница закрепляют тем, что, конечно же, уточняются вопросы и, конечно же, применяется на практике. Но замечу, одними вопросами, одними уточняющими элементами такого характера, как вам понравилось, ребята, да, недостаточно лишь потому, что дети должны закрепить это как раз-таки через использование практического рода упражнений. Может быть, вы используете, да, допустим, игры, позволяющие как раз-таки детям после того, как посетили музей, да, после того, как ознакомились с экспонатами, изучить, рассмотреть дополнительно. Потому что для ребят очень важно через практическое действие, пропустив через себя, так скажем, да, зафиксировать своей как раз-таки памяти. Потому что одно дело мы говорим и знаем, что по способности дети бывают разные. Не все хорошо могут услышать вас. Чаще всего дети отвлекаются, перебегают, так скажем, из одного угла в другой. Хотя прекрасно понимают, что когда мы находимся в музее, нам рекомендуется, конечно же, вести себя потише, ведь все вокруг настолько хрупкое. И вот посмотрите, пока здесь представлены тематики мини-музеев, повторю свой вопрос вам, уважаемый слушатель, напишите, если не трудно, какие у вас реализуются тематики мини-музеев в ваших образовательных организациях. Очень интересная тематика, связанная с чудо-деревом. Чудо-дерево – это то есть знакомство с разнообразием как раз-таки деревьев и взаимосвязи растений и животных. Но для детей будет интересно узнать не просто понятие такое, как, допустим, что такое крона, как определить, сколько лет дереву, или, например, какие виды деревьев прорастают как раз-таки на их территории, да, родины. А самое главное, что уже у детей закладывается вот это как раз-таки духовная связь с тем, что окружающий мир воздействует на них тоже благоприятно. И, возможно, насколько изучение этих деревьев будет плодотворным, настолько же и в их жизни преобладают как раз-таки различные ситуации. И мы знаем с вами, что много сказок связано с деревьями. И вы тоже наверняка нас слышали о могучести дуба, да, почему, например, Ива называют плакучи, почему, например, береза является символом нашей страны и много-многое другое. Посмотрите, следующая тематика, которая тоже предлагается как вариант, это город мастеров. Наверняка у многих из вас данная тема реализуется. Ведь так как ребята используют, да, различный, так скажем, мусор, то есть торсырьё, которое можно посредством своего воображения, посредством своего творчества преобразовать в какой-то интересный материал. Может быть, это будет игрушка. Возможно, это будет целая как раз-таки игра, целый город такой вот как раз-таки мастеров. А мастерами являются тут дети. Посмотрите, насколько разнообразны могут быть тематики. Ведь не всегда тематика музея связана только с понятием, допустим, изучения, например, различных достопримечательностей города и так далее. Обратите на следующую тематику взор. Лучший друг. То есть, да, дети, изучая, рассказывая о своём друге, может быть, это будет собака, может быть, это какой-то другой питомец, например, хомячок. И в том числе изучая их происхождение, демонстрируя фотографии, прикладывая своё как раз-таки сочувствие к животным, конечно же, развивает в себе эти базовые ценности милосердия. А милосердие является ценностью, которая прописана согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в том числе и начального общего образования, являющейся основой духовно-нравственного воспитания. Если ребёнок умеет и проявляет как раз-таки вот это чувство заботы, научается заботиться аж о своих питомцах, естественно, дети начинают в себе возрождать понятие как раз-таки духовности. И сразу же вспомню историю многих взрослых, когда рассказывают, что дети просят с малого, «Мама, заведи котёнка, мама, заведи хомячка, давай мы с тобой заведём рыбок, а давай мы с тобой заведём ещё кого-то предлагают». И часто взрослые говорят о том, что ты ещё маленький, подрастёшь, когда научишься ухаживать, тогда мы тебе заведём. Встаёт вопрос, естественно, как он научится, если в период как раз-таки интереса, мотивации, преобладающего вот как раз-таки активности ребёнка, преобладающей активности ребёнка, когда он реально хочет не просто капризы, а проявляет своё желание позаботиться о ком-то ещё. Взрослые, к сожалению, отвечают в большинстве случаев, что вот подрастёшь, мы с тобой обязательно приобретём. Давай мы пока об этом не будем размышлять, думать и так далее. И могут, например, предложить сходить в контактный зоопарк, час времени провести с этими животными и готовы оплатить вот этот контактный зоопарк, нежели приобщать как раз-таки к уважительному, к заботливому отношению о других. То есть ребёнок несёт ответственность за своего питомца и, естественно, понимает, что да, это не просто желание, я хочу. И здесь очень важно, чтобы ваши воспитанники проявили желание и описали различные экспозиции о своём лучшем друге. Лучший друг здесь может быть кто угодно. Естественно, мы понимаем, что рассказы могут быть настолько широкими, что дети вас наверняка удивят приятно. Мини-музей книги. Конечно же, книга как лучший друг. Многие из нас знают, что если раньше, энное количество лет тому назад подарок получить книгу было восхищением, восторгом, да, многие, когда получали какой-нибудь редкий экземпляр, да, просто были на седьмом небе от счастья, то сейчас возрождение как раз-таки к книге, к чтению, оно, конечно же, плавно нарастает, но, однако, наблюдаются всё-таки электронные варианты, да, онлайн-форматы изучения того или иного материала. И здесь воспитание интереса к чтению и в том числе рассказа о жизни человека и различных писателях, возможно, как проявление не только читательской грамотности, но и в первую очередь, конечно же, духовно-нравственного воспитания. Мы прекрасно с вами знаем, что изучая различные произведения, мы подчёркиваем, мы обогащаемся, мы как раз-таки развиваемся, да, мы начинаем думать, мы начинаем размышлять, анализировать, почему, например, те герои поступили так, можно ли было иначе, почему, например, некоторые писатели любили, допустим, рассказы, а кто-то предпочитал в стихотворной форме описывать, почему, например, та же самая знаменитая Агния Барто, которая хотела, оказывается, стать балериной и помогала в своё время людям как раз-таки найти друг друга, да, являлась как раз-таки ведущей прототипа телепередачи «Жди меня», писала детям интереснейшее стихотворение, которое до сих пор пользуется популярностью, и многие воспитатели именно произведения Агния Барто зачитывают. То есть, вот понимаете, вот это как раз-таки история, которая скрывается за буквально именем, да, она открывается в книге, и детям очень важно продемонстрировать, что ребята, не просто прочитать там, допустим, да, опять же вернусь к произведениям Агния Барто, то, что там Танечке стало плохо, вот уронила она мячик и плачет от этого, да, а почему, например, плачет? Может быть, дети скажут, что Танечка там расстроилась от её любимого мячик, возможно, даже вспомнят свои любимые игрушки. Смотрите, какова цепочка событий, которая разворачивается через изучение всего лишь одной книги. И, безусловно, если дети с вами сделают хотя бы небольшую книжку-малышку, то, конечно же, они закрепят изучение данного автора либо вообще в целом жанра, как, например, да, сказка более эффективно. И, конечно, говоря о книгах, не стоит забывать о игрушках. Здесь могут быть, конечно же, собраны различные экспонаты, не только куклы, машинки, но и в том числе неизвестные науки существа. И помните, когда мы с вами изучали тематику, связанную как раз-таки созданием игр и игрушек, то предполагали, что дети с удовольствием создадут свою игрушку. Вот здесь как раз-таки важно об этом вновь напомнить. Почему? Потому что ребята с удовольствием создадут свою игрушку. А если они ещё и сохранят её на несколько десятков лет, вот представьте, какая будет интересная как раз-таки композиция. Но не стоит забывать в том числе, что, конечно же, тематики музеев могут быть разнообразны, и это лишь одни из вариантов. Вы заметите, что на сайте как раз-таки Института воспитания РАО, и в том числе изучения семьи детства, есть целое практическое руководство для воспитателей. И по месяцу ноябрь, а именно сейчас, текущий месяц является этот, предлагается организовать воспитательную работу, связанную с понятием как раз-таки сундучок семейных игр. Посмотрите, когда вы создаёте свой музей, ну, например, зародится у вас идея создать мини-музей. Да, сейчас, согласно определённым условиям, не всегда есть возможность посетить музеи, да, в том числе и регион сам по себе может не располагать большим количеством музеев. Мы понимаем, что бывает в сельских местностях редкость, например, различных, различных как раз-таки мероприятий культурного, да, досуга, чем, например, в городе, тем более в столице. Вот, допустим, в нашем городе, да, Уфа, конечно же, и это и музей леса, и национальный музей, и музей как раз-таки Сергея Аксакова, и многих-многих других. То есть здесь, в принципе, обучающиеся могут, как и со своим учителем начальных классов, выйти на экскурсию в музей, естественно, с разрешения, да, и предполагая различные к этому манипуляции, в том числе и воспитатели детских садов, могут посетить те или иные музеи. Конечно же, о виртуальном музее мы тоже с вами поговорим, о виртуальной экскурсии. И вот обратите внимание, здесь предлагается как раз-таки в рамках ценности семья, создание музея чётко прочерчивает связь как раз-таки с семейной ценностью, ведь именно в семьях хранится какая-то реликвия, например, передающаяся с поколения в поколение. И существует как раз-таки большое количество утвари, которые, возможно, у бабушки с дедушкой в деревне где-то там залежались, а вот для музея необходимо. Или, например, может быть, какие-то интересные игрушки. Возможно, даже целая получится как раз-таки направленность по музею. Обратите на это внимание. И здесь предлагается в этом практическом руководстве изучить по проекту семьи как раз-таки такое как раз-таки время провождения с родителями, а именно игрушечных дел мастера, и создать, обратите внимание, очередную лошадку. Помните, была как раз-таки предложена тема, связанная непосредственно с созданием мини-музея по тематике игрушек. Посмотрите внимательно. Здесь предлагается работа по наполнению карты нашей страны, интересным для детей и значимым. Ведь ребята сами создают образ этой лошади. И здесь вы заметите, что каждая игрушка предстаёт как спутник детства. И она своеобразна. То есть, безусловно, исторические предпосылки создания этих игрушек, а именно лошади, возникают у ребёнка в голове. Почему, например, эта игрушка сделана, допустим, из соломы, а вот эта, например, может быть из клины? А почему, например, тут используется дерево? А почему она разукрашена таким образом? То есть, всегда задаёшься вопросом, почему? И отвечая на эти вопросы, дети начинают воссоздавать, приобщаются как раз-таки к культурно-историческому наследию. Посмотрите, как много примеров и игрушки коня педагог может представить. Да, это о вас, уважаемые воспитатели. И я вижу, что вы, наверное, кинули свой взор в связи с тем, что видите, может быть, впервые для этого ссылочка имеется в презентационном материале. Можете перейти. На вебинарах часто использую материал как раз-таки с этого сайта, потому что это является официальным источником, и тем более очень много интересного преподносится в доступном, бесплатном формате. Только нужно анализировать. Обратите внимание, художественная техника и узоры, которые используют народные мастера, создавая игрушки дымковские, филимоновские, городецкие и многие-многие другие. То есть, ребята начинают изучать, чем славились регионы нашей огромной страны, нашей Родины. Как можно, например, воссоздать подобную игрушку. Но вот вы видите, наверное, замечаете, насколько тесная взаимосвязь с духовно-нравственным воспитанием детей, даже создавая обычную игрушку в форме лошади. Также хотелось бы представить один из интереснейших моментов. Непосредственно вы обратите внимание, что это два разных материала, поэтому даны две ссылочки абсолютно разные. Специально для того, чтобы вы заметили, наглядно они выделены как раз-таки разными цветами. И, естественно, понятие мини-музея может быть и экологической направленности. И, безусловно, мы с вами знаем и помним, что ценность Родины и природы, они между собой взаимосвязаны, неразделимы, как понятие духовности и нравственности, гражданственности и патриотизма. И, конечно же, для детей младшего школьного возраста на данном сайте представлена технология как раз-таки создания экологического мини-музея. Посмотрите, если будет интересно, можете пройти на сайт и более подробно ознакомиться. И в том числе на данном сайте есть представление еще одного проекта, связанного с гражданско-патриотической направленностью. И здесь предлагается прям подробный календарно-тематический план. То есть, как украсить зал скульптур, что будет входить. Ну, давайте посмотрим. Представляется зал скульптур. Что происходит? Знакомство со скульптурами и в том числе выполненными ленинградскими мастерами, в детстве пережившим войну. Конечно же, вы понимаете прекрасно, что этот музей связан как раз-таки с событиями Великой Отечественной войны. Предлагается составить рассказ по изображению Настелли. Помните логическую цепочку при создании как раз-таки музея? Дети должны не только увидеть, восхититься, удивиться, заинтересоваться, но и обязательно нужно закрепить. То есть, да, для детей младшего школьного возраста составить рассказ, написать рассказ – это вполне разумно, потому что дети уже постарше. Для детей дошкольного возраста, конечно же, это будет тяжелее, но все-таки рассказ из пару слов, предложений они смогут составить. Поэтому, обращая внимание, смотрите, в том числе описываются формируемые универсальные учебные действия. Конечно же, вы понимаете, что для учителя начальных классов придерживаться федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и для воспитателя, в том числе стандарта дошкольного образования – это обязательно. Поэтому, конечно же, при содержательном наполнении мини-музея либо в целом, целого как раз-таки, да, комплекса по музее необходимо понимать, что в соответствии со стандартом должны быть описаны все, конечно же, документы. И обратите внимание на то, что, безусловно, музейная педагогика, она должна отвечать нескольким принципам. Это не только наглядность, это не только учет возрастным особенностям, потому что дети дошкольного возраста воспринимают информацию, конечно же, ярче, концентрация внимания чуть ниже, чем у младшего школьного возраста. Безусловно, для них смена деятельности должна проходить, потому что ребята еще маленькие по возрасту, психологически, они не настроены усиживать или, например, не могут информацию в большом объеме поглотить. И в том числе обязательный принцип – это содержательная направленность. То есть ребята содержательно должны уловить ту тему, которую вы предполагаете. А тема может быть предложена разнообразная, главное – динамично, оригинально представить. И, конечно же, ребята заинтересуются, зафиксируют свое внимание. И как уже говорила о том, что, конечно же, экскурсионная работа в мини-музее, она может быть представлена как воспитателям самим, в том числе и детьми, а именно более старшего возраста. Если мы говорим о школьниках, то можем представить старшеклассников. Если же, например, о детях детских садов, то можно взять юных экскурсоводов и старших дошкольных групп. И обратите внимание, что здесь, конечно же, могут быть различные реализовываться задачи, но все-таки основные – это выявление творческих способностей детей, в том числе расширение представления о содержании музейной культуры, восприятие музейного языка. Ведь ребята не все знают, как правильно вести экскурсию по музею. Создание условий для, конечно же, творческого общения и сотрудничества. Безусловно, методические формы, они могут быть разнообразные. Возможно, вы проведете выставку, может быть, проведете познавательную беседу, тематические экскурсии и многое-многое другое. И говоря о тематических экскурсиях, хотелось бы, конечно, поделиться несколькими материалами, но прежде давайте вспомним. Пример представлен – описание экспонатов музейного. Это в первую очередь для того, чтобы вы понимали, что, конечно же, просто создать музей возможно, но все-таки усилие максимально приложить нужно будет. Рисунок, то есть фотографии экспоната. Название обязательно подчеркнуть, почему именно так называется. Где собран, кем собран. Можно выделить семейные экспонаты. Краткая информация, где можно использовать в работе с детьми. И дополнительная литература. Конечно, для детей, если вы хотите своих воспитанников вовлечь как раз-таки в реализацию музея, необходимо с этой схемой ознакомить. И как уже комментировала вам, да, ранее я сейчас, секундочку, перехожу к понятию виртуальной экскурсии. Не знаю, насколько среди слушателей на данный момент есть наш один из любителей, как я помню, один слушатель был, который написал, что очень любит творчество Сергея Аксакова. И предположив, что, наверное, из Башкирии, слушатель ответил, что нет, оказывается, из совсем другого региона Российской Федерации. Поэтому для вас, уважаемые слушатели, ещё раз хотелось бы прокомментировать. Да, конечно же, на территории города Уфа есть целый музей, как раз-таки посвящённый великому деятелю Аксакову. Он является не только писателем, но в целом, когда мы даже со своими детьми готовили проект, большое количество полезных дел было как раз-таки сотворено именем Аксакова. В том числе есть на территории города и парк, и, конечно же, большое количество памятных изданий. Посмотрите. Здесь предлагается вам материал одного из детского сада нашего города, республики Башкортостан, а именно, 84. И дети, в связи с тем, что не всегда получалось посещать музеи, а именно, вы сами понимаете, эпидемиологическая ситуация в одно время нас буквально ввела в новый формат общения, в том числе различные ситуации, которые грозят безопасности, но, однако, дети всё-таки могут посетить виртуальную экскурсию. И здесь предложили для ребят детского сада как раз-таки через интереснейший материал познакомиться с биографией, известной сказкой о леньке цветочек, в том числе убранством дома. Посмотрите. Следующий вот как раз-таки фотоматериал, он демонстрирует, как ребята с удовольствием через экран наблюдали, как раз-таки наблюдали экспозиции в этом музее. Конечно же, дети были в восторге. И этот восторг передан следующей фотографии, которую сейчас вы увидите на своих экранах. Посмотрите в эти глаза. Конечно же, ребята начинают, буквально открыв рты, глаза расширив настолько, сколько можно, изучать интереснейшие материалы из жизни и творчества Сергея Аксакова. Безусловно, воспитатель постарался продемонстрировать через виртуальную экскурсию каждую комнату, которая представлена в этом музее. Конечно же, дети задавали вопросы, а как это вот называется, а почему, например, так интересно было убрано как раз-таки кровать. Они заметили интересные игрушки, они увидели то, что, оказывается, раньше одевались таким образом. И, конечно же, не только изучали сказку «Аленький цветочек», но и в том числе заинтересовались сходить совместно с родителями. Ведь не все воспитанники со своими родителями могут посетить музей. И, конечно, духовно-нравственное начало было заложено, потому что ребята были заинтересованы, у них глаза горели. Я вот вижу, что ваши, наверное, глаза тоже загорелись тем, что, конечно же, интересный материал представлен. Безусловно, если захотите, в интернет-пространстве можно найти музей имени Аксакова и прям виртуальную экскурсию пройти спокойно. Не стало сейчас в ходе вебинара, так скажем, пользоваться тем, что демонстрации, но все-таки на самом деле очень интересно. Каждую комнату можно разглядеть. И вот ребята на одном из, конечно же, занятий посетили виртуальную экскурсию в музей имени Аксакова. Также виртуальная экскурсия по музеям нашей республики проходили, например, визуально, да, конечно же, понимаем, что дети не могли посетить разом все музеи, но воспитатели решили продемонстрировать как раз-таки посредством усилий, совместных усилий, конечно же, коллег, продемонстрировать несколько музеев, а именно музей леса, музей боевой славы, музей археологии и этнографии и в том числе Национальный музей республики Башкортостан. То есть для ребят виртуальное посещение было закреплено тем, что дети, посмотрите внимательно, дети еще сами попытались как раз-таки воссоздать этот экспонат музея. Здесь вы видите один из фрагментов, конечно же, Национального музея республики Башкортостан, где ребята постарались, конечно же, и родители совместно с воспитателями предложили для своих воспитанников познакомиться с культурой республики Башкортостан и не только. Когда дети посетили как раз-таки виртуальную экскурсию по музею леса, то они создали небольшие рисунки, чтобы как раз-таки передать свое бережное отношение к окружающему миру. Многим из них было интересно именно потрогать, но, конечно же, в музее большинство экспонатов невозможно как раз-таки потрогать, но здесь, так как у нас есть возможность такая, дети и рассматривали внимательно, и в том числе не могли понять, почему они теперь, допустим, не едят из таких красивых тарелочек, из таких красивых блюд. В том числе, как уже говорила, была организована как раз-таки экспозиция по музее боевой славы, и уже вы видите прямо на территории детского сада воспитатель совместно как раз-таки детьми данного детского сада, они изучали интереснейшие материалы. Вы видите здесь и фрагменты, надеюсь, заметно для вас, и фрагменты писем, и в том числе различных историй о героях Великой Отечественной войны и не только, в том числе медали, ордена, то есть то, что было представлено как раз-таки из семейного архива. Ведь именно в семье зарождается всё это. Я очень надеюсь, что вам видно, и вот здесь как раз очень важно вновь остановить наше внимание, потому что, конечно же, сейчас во многих школах реализуется гражданско-патриотическая направленность, в том числе духовно-нравственная направленность, музеи, связанные не только с боевой славой наших великих как раз-таки героев, но и в том числе с тем, что большое количество семей испытали, испытывают возможно, счастье, возможно, тягости, возможно, какие-то другие как раз-таки ситуации, так скажем, трудного в жизненном характере, возможно, даже передают из поколения в поколение истории, которые связаны непосредственно с понятием Родина. Ведь в это одно слово Родина, оно вкладывает то, что и как мы друг к другу относимся, каким образом проявляем свою как раз-таки заботу, уважение, любовь, солидарность, милосердие. Много-много-много можно перечислить слов, которые включают в себя, что такое Родина. Конечно же, это и без крайней просторы, и, безусловно, во время занятий внеурочной деятельности, которые позволяют раскрыть горизонты нашей Родины, в том числе и разговоры о важном, помогают детям погрузиться как раз-таки в духовно-нравственное становление. Однако через наглядный материал, через экспонаты которые дети видят воочию, не просто слышат, а именно замечают, понимают, что это есть деталь их семьи или бы чьей-то семьи, начинают всё лучше прислушиваться к слову Родина, к его отголоскам. Ведь многие ребята в связи с тем, что современная технология настолько поглощает как раз-таки своими яркими рекламными роликами, картинками, видеофрагментами о различных допустим историях не помогает детям развиваться, а наоборот дети начинают деградировать и создавать свой виртуальный мир, не понимая, что такое на самом деле гражданин и патриот своей страны. безусловно создавая такие музеи вам уважаемые педагогические работники хотелось бы ещё раз продемонстрировать и прокомментировать один момент. Кроме наглядности каждый экспонат должен быть наполнен содержательностью. Не просто разложить эти картинки и показать вот ребята посмотрите или например продемонстрировать как это было. В своё время помню прекрасно когда у нас был школьный музей и мы видели на картинках сколько например каков кусочек хлеба как раз выдавался во время Великой Отечественной войны. Потом наш учитель продемонстрировал вот этот маленький кусочек наглядно. И вот тогда у многих в том числе и у меня как на тот момент ученика младшего школьного возраста вы знаете до глубины души как раз таки прорезалось то чувство насколько этот хлебушек был крошечный. Насколько сейчас мы пренебрежительно относимся к различным не только продуктам питания но и к самому себе и к своим окружающим. Я не говорю про природу то есть имея ввиду конечно же и природные богатства безусловно имеют место быть я говорю в первую очередь о человеческих отношениях конечно логическую цепочку восприятия и понимания закрепления нужно обязательно придерживаться и также хотелось бы продемонстрировать небольшой фрагмент из личного архива нашей семьи как раз таки буквально два года назад если не ошибаюсь мы на территории Миякинского района республики Башкортостан в одной из деревень как раз таки где обычно проводим лето у бабушек и дедушек в раскопках так скажем оказались а знаете как очень интересно было дело в том что как обычно подготавливают землю так скажем да как раз таки к посадке мы заметили небольшой осколочек вы знаете столько удивления столько интереса было не только у нас у взрослых но и у детей то есть каждый из нас пытался понять а что там написано конечно мы его помыли почистили этот осколочек и до сих пор он у нас хранится почему потому что у детей возникло желание создать свой музей и тогда мы нашли на чердаке как раз таки бани какие-то интересные совсем непонятные для детей приспособления я у них переспрашивала ребята как вы думаете что это такое девочки начали догадываться предполагать вот это вот пошло как раз таки умозаключение того что если оно вот круглое и какая-то есть там возможно какое-то отверстие можно предположить то-то то-то логическая цепочка пошла мыслительных операций и вы знаете самое интересное то что для детей очень было важно создать свой музей у нас дома и у нас есть домашний мини музей и вот вы сейчас скажете но снова вы говорите буквально вчера дети пригласили меня на торжественное открытие музея на территории нашей квартиры то есть они закрепили ленточку они ее перерезали они назвали ее знаете очень интересно и ну естественно связали наши имена членов семьи и вы знаете в этом музее я и Эйфелевую башню видела и видела даже храм Василия Блаженного и видела этот экспонат и видела различные минералы потому что мы имеем возможность как раз таки держать большое количество экспонатов но в связи с тем что дети желают большое количество материалов узнать и они постоянно пополняют свой музей и вы знаете самое безумно приятное что к каждому экспонату бережно относятся и конечно же пополняют безусловно каждый из них продемонстрировал эти экспонаты у себя в школе в детском саду пока они тоже были детьми детского сада даже пластинки как раз таки различными башкирскими татарскими русскими песнями они побежали показывать потому что нигде такого не видели а вот тут вот раз нашлись и естественно каждый из них попытался рассказать а вот что это такое как это называется почему так называется ведь это как раз таки является тем что ребята между собой обмениваются информацию информацию и обогащают друг друга и как учителю было интересно узнать в том числе одноклассника безумно нравится детям всегда показывать свои новые экспонаты вот поэтому конечно мы предполагали что можем отдать допустим или показать реальным сотрудникам музея данный экспонат но решили что пусть он у нас останется как вот загадочная как раз таки находка которая непонятно что это возможно колокол может быть и не колокол возможно какое-то там сооружение как наподобие цилиндрической формы и что-то здесь еще написано ведь здесь реально что-то написано безусловно посещая музеи не только связанные с допустим экспонатами такого рода мы конечно же пытаемся возродить между собой интерес как раз таки к природе нашего края а именно республики Башкортостан зародить как раз таки понятие духовного и нравственного начала а именно детям и вы знаете я не увидела ваши ответы уважаемые слушатели если можно еще раз повторюсь у вас есть мини-музей давайте так спрошу может быть в чате не увидела так сейчас посмотрю а да пишут ну хорошо я не заметила извините а кассы я не видела тут ага Наталья Милевская написала что да здесь и он чудесный отец и дед да конечно же немножечко оказывается не заметила наш чат сейчас вот пролистую отдельно в чате конечно да очень рада что вы снова здесь потому что виртуальную экскурсию если вдруг не посетили посетите там можно посмотреть это бесплатно абсолютно бесплатно можно окунуться как раз таки во время пандемии большое количество музеев перешли как раз таки на понятие виртуальной экскурсии можно было и Эрмитаж посетить я помню мы с детьми попытались это сделать конечно не с первого раза вышло но все-таки получилось как сказать так скажем интернет всегда имеет возможность продемонстрировать различные экспонаты но порой бывает что и лагает так скажем да и вы знаете самое важное что я вижу ваши ответы очень хорошо что вы все-таки их написали и мне было бы важно услышать как раз таки эти музеи вот я вижу Татьяна Савинцева написала что есть мини-музей Караваева его имя носит наша библиотека в том числе край Морошкова и Мурманская область Наталья Кейшева написала спасибо Наталья Милевская за отзыв хорошо ну да конечно же вот вы знаете сейчас я как-то увидела все что происходит в чате спасибо еще раз за ваши ответы потому что обратная связь она всегда важна она нужна не от того что так скажем хочется как-то услышать ваше мнение в первую очередь но и конечно же поймать конечно же вот эту взаимосвязь то есть красная линия у нас проходит с вами или нет да потому что интересно как раз таки узнать вот музей есть Людмила Колобаева написала русской культуры хорошо и вот как раз таки узнав от вас русская изба ага Марина Бродникова прописала спасибо видите как много интересного у нас тоже есть музеи и мы постарались вам продемонстрировать как реализуется музейная педагогика в стенах города Уфы хорошо насчет музей ага насчет коллекции не могу сказать это вам ответят чуть позже наверное да конечно я уже поняла что вопросы начали поступать тогда перейдем к нашему подведению итогу подождите спасибо конечно же говоря о музейной педагогике хотелось поделиться своим опытом потому что безусловно это обогащает как раз таки материал который представлен на уровне нормативной документации да мы все прекрасно знаем что такое ценность мы читали в КОС и каждый из нас по ту сторону экрана скажет что такое ДО что такое ФГОС мы знаем прекрасно зачем нам это нужно да это нужно для того чтобы опять же актуализировать а когда мы материал накапливаем как раз таки через то что происходит в реальной жизни конечно же он окрашивается окрашивается всеми цветами радуги и Сергей Михалков подчеркнул что только тот кто любит ценит и уважает накопленное и сохраненное предшествующим поколением может любить Родину узнать ее стать подлинным патриотом безусловно каждая тематика музея которую вы сейчас написали связана с духовно-нравственной и гражданской патриотической направленностью ведь мы понимаем с вами что любая находка которая является как раз таки каким-то ключевым элементом семьи связывает эту семью объединяет а если еще этой находкой захотят поделиться для того чтобы окружающие узнали чтобы не просто заинтересовались в связи с чем эта находка так выглядит где она была найдена каким образом да и так далее и так далее а именно как раз таки связь поколений реализуется тогда конечно же мы закладываем с вами фундамент тех нравственных качеств которые необходимы любой личности в том числе дошкольного и младшего школьного возраста я благодарю вас за интерес проявленный к нашей тематике сегодняшнего дня если у вас есть вопросы то рада буду ответить я видела лишь пару вопросов насчет так секундочку насчет коллекции и то что можно ли прослушать да будет ли вебинар по коллекциям скажите пожалуйста не могу конкретизировать данную тематику есть момент того что конечно же темы могут быть разнообразны но всегда это решается коллегиально можно ли прослушать сегодня вечером вебинар еще раз да конечно же вот Татьяна Телегина вам отписала ссылочку есть ли у вас еще вопросы по содержательной характеристике так есть вопросы сейчас посмотрю во вкладке вопросы нет во вкладке вопросов нет вопросов как я поняла спасибо позвольте тогда вас не задерживать конечно же и мне было с вами интересно ведь вы все-таки дали обратную связь это очень важно большое спасибо за проявленный интерес благодарю вас за внимание и конечно же до новых встреч всего доброго до новых до новых до новых до новых